Реконструкция широкого улица в областном центре Поширение до шести полосы, новые подземные переходы Компания по иммунизации насильства «Супрать гриппу» распочалась на Гомельшине На смену теплому надворью и депохолодание А зараз об этом иншим больше подробязно В рамках дальнейших развития дорожной господарки у Гомеля Почалась реконструкция широкого улиц Найбольшезначные работы плануется провести на интернациональной Реконструкция распочалась у вересня этого года Зараз на улице частково перекрытый рух транспорту Надным с боков проездной частки и начинается будовництво подземного перехода Наглядывши на тое, что в пашпорте объекта термином закончения работы указаны «Саковик» наступного года Выконать их плануется значно ранее – у конца листопада 2016-го А про то, улица будет поширена до шести полос Причем крайние отведут для руха выклюшно громадского транспорта Зынших нововведений припынки в улице Гагарина и Зи побернать у Один И разместить каля подземного перехода После завершения реконструкции на перекрыжевании улиц Интернациональной и Моисеянки Отключит светлофор, что сменьшит перешкоды руху транспорту Для снижения загруженности Интернациональной подчас рамонту Основные потоки плануются накеровывать по Пролетарской А про то, годно, в этот час с одного на двух боков изменяется рух транспорту По улицах Гагарина и Селянской Яша на некоторых улицах Гомеля плануется провести меньше масштабные работы Также ведутся работы по реконструкции улицы Подгорной С расширением до четырех полос И ремонтные работы по улице Докутовича Которая также будет обустроена въезд на улицу Полесскую Все эти работы, еще раз говорю, направлены для того, чтобы увеличить пропускную способность Наш город так сложился, что основные потоки стекаются в центр И без расширения данных улиц, конечно, мы скоро просто город Гомель станем На Гомельщине за пять годов у ДТЗ загинули 17 детей 295 отримали травмы При этом по вине водителю отбылось 212 аварий, за детей 82 Все лета одно дитё загинуло, 39 отримали пошкодженые розные ступени тяжкости Да речи, больше з них были пассажирами Зараз на территории региона проводится профилактичная акция «Дитё – головный пассажир» Мероприемство накеровано на пропаганду дитячих утримальных прилад И беспешные перевозки неполнолетних С початку года за порушение этих правил до отказности притягнут от 4 тысячи водителев Нагадаем, что дети в возрасте до 5 годов обалязаны знаходятся у автомобиля У специальных люльках в тих креслах В возрасте от 5 до 12 годов можно выкористовывать бустер Ти накеровальные для ремню к безпеке Данные устройства помогают пристегнуть ребёнка так, чтобы штатный ремень не давил на шею ребёнка Были такие дорожно-транспортные происшествия, в которых от автомобилей ничего не оставалось Они не подлежали восстановлению Взрослые участники ДТП попадали в реанимацию А дети, можно сказать, отделывались лёгким испугом благодаря тому, что находились в автокресле Решетские энергетики оборонят белорусскую энергосистему от буслов, а самих птушек от поражения током На вытворчем участку решетских электросеток начали массовый выпуск специальных прилад Якие закликаны перешкодить птушкам садиться на опоры линии электропередачи Проблема с буслами для энергетиков довольно актуальная Только в Решетском районе до выкористания этих приборов что год фиксовали каля 20 выпадков отключения энергии по вине птушек Дякую чиновому обсталяванию, количество подобных ударений унизилась до нуля Зараз предприемство выполняет буйный заказ от Белэнерго Отпушбольники устанавливаются на ЛЭП, которые выходят от островецкой АЭС Приборы не дозволяют буслам садиться на опоры линии электропередачи При этом никакой шкоды птушкам не несут При строительстве линии электропередач, которые будут отходить от атомной станции Сегодня мы полностью обеспечили нашей продукцией для полностью всех этих линий Основной покупатель, естественно, тот, кто производит, ведет строительство этих линий Ну и мы сегодня в этом году отгрузили только 12 тысяч таких устройств Ну и надеемся до конца года продать еще порядка 5 тысяч таких изделий Ахрогородок Суткова в Хонинском районе на минулых выходных Прымал у дельников областного этапа республиканского сельского господа Страдающего конкурса «Уладар села» С 30 семья до его дошли только 5 Как смогались за путевку на республиканский этап и кто ее отримал? Доведалась Ганна Ковалева Страдающие вязковые традиции живут в побыте сучасных молодых семья Учарговый раз это доказал конкурс «Уладар села» Его областный этап прошел в Хонинском районе Претендентами на перемогу стали 5 семья из разных кутков Гомельшины Убирать безаперше место конкурсантам спотребились рецепты Страдающих семейных страу, навыки рукоделия и навод обыходжении с певнями Этот конкурс показывает, насколько сегодня наша молодежь, которая не живет в городе Они умеют и знают, что такое деревня, что такое сельский быт Они умеют очень многое История конкурса распочалась о маль 10 годов тому И до Витебской области колести подхопили иншие регионы И зараз конкурс охопливает всю краину Как дойти до областного этапа, удельникам пришлось на протягу некольки месяцев проходить выпробование У Судкова их чекало 5 конкурсов У их яны представились обестворчих в боку Расповяли про сельское життя и свои семейные традиции У нас все любят именно рецепты старинные Я стараюсь всегда У нас сельский дом, то есть печь своя Так что все готовится именно в этих условиях Со своих продуктов У нас есть и коры, и гуси, и поросята И у нас главная достопримечательность – это наша козочка Марточка Она такая интересная Зловить пеуня, запрыгчек коня, або пройти эстафету с завязанными в отшима Журы оценивают не только худкость и якость в оконане задания Головная – сдольность семьи пройти выпробование с гуртована Конечно же, все конкурсы важны, но будем смотреть на то, насколько семья дружна, активна, насколько она инициативна Незалежно от прызовых мест, каштонные подарунки отрымали усе семьи Лепшая признанная семья свярдловых с поселка Уварович и Будокашалевского района Ганна Ковалева, Михаил Рабко, телерадиокомпания «Гомель» Доктор техничных наук, профессор, заслуженный работник эдукации Гоноровый чагуношник, гоноровый доктор шерых университета России и Украины Гоноровый грамадянин Гомеля Ректор Белорусского державного университета транспорта Вениамин Сянько Отзнашил 70-й день народжения На працованном месте с юбиляром сустрелся Олег Сянчеров У Белорусский институт инженеров чагуношного транспорта А теперь Белорусский державный университет транспорта Вениамин Сянько приходит уже 52 годы Спочатку как студент, потом науковый супрацовник и декан факультета Со студене 2001 года Вениамин Иванович Сянько, ректор установы Причем незалежно от посады, со встречи со студентами и выкладчиками У его деловом раскладе займают неопошнее место Треба потекавиться иснующими проблемами и при необходимости принять ответные меры А вось успоминами об властных студентских годах Почас наведывания аудиторий Вениамин Сянько делится нечасто Хоть его опыт может быть добрым прикладом для сучасной молоди У студентов бытует мнение, сдал начертательную геометрию, можешь влюбляться Сдал сапрамат, можешь жениться Я пока это тогда, в то время не преследовал такие цели Но я преследовал одну цель Учиться так, чтобы не было стыдно перед своими учителями И я им каждый раз, приезжая к маме в отпуск, на каникулы Докладывал, они благо жили рядом Что сдал сессию так и так, так и так Я маме посылал с каждого экзамена телеграмму Сдал на хорошо, сдал на отлично До юбилея у библиотеки Белорусского державного университета транспорта Подрихтовали выставу творческих досягнений у ректора Сегодня на его рахунку больше 600 науковых праз И каля 5,10 авторских посвечений и патентов Выдаденных у Белоруссии, России, Украине, Казахстане И як знаки признания, отременные у знагорода и гоноровое звание Доктор техничных наук, профессор, заслуженный работник адукации Республики Беларусь Гоноровый чагунышник, гоноровый грамадянин города Гомеля По час святкования юбилею ректор Белорусского державного университета транспорта Не только примал подарунки, а и рабил их иншим Вот это учебное выдание под агольной редакцией Венемина Сянько Вышло минавито в эти дни, призначено для студентов и инженеров чагунышного транспорта И еще одно выдание, которое увидело свет в этой дни Вехи великого шляху Это сборник с фотозымками юбиляра От дитячих годов до студентских часов и сучасных ден С перепынком на службу у советской армии До речи, у отставку с войсковой службы Венемин Сянько пошел в звании капитана А ось на его чагунышных погонах Три великые зорки, генерал-полковник Правда, эту форму ректор практически николи не носит Хоть минавито чагунка сенсу всего життя Венемин Сянько створил у Беларуси Науковую школу вагонников, а так само подректовал трех докторов 12 кандидатов и 10 магистров техничных наук Олег Синчеров, Валерий Капанько, телерадо и компания Гомель Протягиваем выпуск Тычется навод тех, кого не тычется Масштабная компания по доброохвотным тестированиям на ВИЧ Отримала свой протяг у Гомельской области После областного центра эстафету принял Жлобин Под обязанностями Волода и Катярина Жданович Жлобин один из наибольшь буйных и промыслово развитых райцентров региона Минавито Гэты город стал наступной кропкой маршрута кампании Якую реализуют юнейцы ЮНИСЕФ у Беларуси Ця рода головных задач притягнение уваги до проблемы ВИЧ-СНИТ И донесение объективной информации Метовая аудитория у першую чергу молодць Тому и форма информования обрана ответная А кроме непосредственно организаторов Як и у Гомеля, так и у Жлобини Свой заклик пройти тест на ВИЧ Выказали медийные персоны Посол доброй воли ЮНИЦ Телеведучая Светлана Боровская И особы компании Солисты группы Довинши Денис Дудинский и Катярина Раецкая А поскольку информация важная и нужная Разумеется, информация касающаяся здоровья То это вдвойне приятно и ответственно Поэтому по первому же зову Мы бросаем все свои дела и едем Не важно, это большой город Гомель Поменьше город Жлобин Или это вообще какая-нибудь маленькая деревенька Это не важно Люди везде живут и всем нужна информация В Гомельской области можно уже есть чем сравнить Большая обратная связь И люди очень контактные Даже, условно говоря, отзываются на анонсы в интернете Говорят, мы придем, мы придем И мы понимаем, что следовательная информация пошла Она уже есть в массе Сирот-активисты у наш коллега-телеведучий Александр Гавейко Нагадаем, Минавитайон был обвешен И особой компанией у Гомельской области Пройдет тест на ВИЧ До этого закликали у первую чергу Дароча махчимость зарабить это бесплатно И анонимно была у кожного же хара райцентра Жлобиншанам пропоновали новый для Беларуси Способ экспресс-тестирования по слене Усяго 20 хвелин И вы не готовы Можно всю жизнь думать Ну, заражен ты или нет А так пришел, узнал, и все Сначала ты волнуешься, что вдруг ты заразный вич Но когда ты заходишь в машину И тебе говорят, что все хорошо Тебя отпускают Мы уже посоветовали своим друзьям И можно наблюдать, что возле машины сейчас Большое скопление людей И они тоже проходят тест Конечно, результат это, во-первых, то, что У нас практически не остается тестов после работы акции Так, то есть их всех израсходуют Во-первых, это добровольное, самое главное И анонимное И результат будет потом, когда мы увидим, насколько часто люди будут сдавать тесты Насколько они расскажут И, соответственно, это повысит определенную информированность общества В отношении профилактики вичспида Когда уйдут эти страхи, самое главное У гэтыждень у Жлобини открылась фото-выстава «Мост у Будучыню» И она расповедает реальную историю конкретного человека Менчанки Татьяны Семеновой У ситуации полной наркозалежности Жанчина с остановчим статусом ВИЧ Пройшла долгий складанный шлях вертания у нормальное социальное житё Катерина Жданович, Сергей Лукашук Телерадоя компания «Гомель» с Жлобинского района У Гомельской области распрощалась компания по иммунизации насильства супрать гриппу Сюль это плануется зарабить при шепке 40% жихаров Гэта прикладна 580 тысяч человек У амбулаторно-поликлиничной установы в области поступила вакцина некальких краин-вытворцев Беларуси, России, Франции и Нидерландов У складу всех препаратов выходит иммуномодулятор полиоксидоний Який дозволяя оборонить организм не только от гриппу, але и інших респираторных вирусов Подадзенных медиков непришепленный человек мая рызаку захворять у 6 разов высшейшую, чем той, кто зарабил при шепку В настоящий сезон эпидемический около 30% населения будут привиты на бесплатной основе Это так называемая группа риска Это маленькие дети, это дети и взрослые с хроническими заболеваниями Это лица старше 65 лет Это лица, которые обеспечивают жизнедеятельность населения Медицинские работники, школьники, студенты, вузы На платной основе можно зарабить пришепку у поликлиницы по месту жихарства Кошт вакцинации складает 4 до 12 рублей Для иммунизации працованных коллективов створены специальные бригады И они будут выезжать на предприемство и у организации На смену теплому надворью на Гомешину придет похолодание По информации областного гидрометцентра, в наступные сутки на больший час с территорией пройдут короткочасовые дожжи В день местами прогнозуется узмацнение ветра до 15-20 метров за секунду Температура по ветру в ночи складе 8-12 градусов выше и за 0 В день будет до 17 Дожжи чакается и в Сираду В ночи слубки термометров покажет до 10, в день до 13, местами до 16 тепла Учать вверх будет переважно без опадков, а левоусе наступные дни тыдня прогнозуются дожжи Температура по ветру захавается на узровне 5-10 градусов тепла в ночи и от 7 до 13 в день На этом выпуск завершен и устуды для вас працава у Явген Паблавец Усякого доброго и до встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова